Всем привет! Сейчас я хочу записать для вас видео с обзором на такой интересный аппаратик Lenovo A830 Если помните, то недавно я делал обзор на Lenovo A820 Это, скажем так, его следующий вариант его старший брат следующая модель в этой линейке Ну, честно скажу, аппарат у меня вызывает, скажем так, несколько противоречивые чувства, впечатления и так дальше Почему? Потому что он как бы очень, ну, очень сильно похож на A820 То есть комплектацию, в принципе, рассматривать, я думаю смысла нет, она такая же, как в A820 простенький наушник Lenovo USB кабель Lenovo ну и зарядочка Lenovo, то есть под китайские или американские розетки, то есть на 1000 мАч Да, кстати, аппарат мне попал в руки от моего знакомства Lenovo то есть приобретался он не на Алиэкспресс а привезли ему его, ему из Соединенных Штатов Америки вот, и аппарат я уже прошил прошивочка, которая имеет русский язык потому что оригинальные прошивки имеют только два языка это английский и китайский там два типа китайские какой-то там традиционный мандаринский, там еще что-то ну, в любом случае, то есть русского языка изначально, в принципе, поразителем как бы не предусмотрено вот, ну, давайте рассмотрим его внешне то есть я сразу буду его рассматривать и соответственно как бы буду его сравнивать с 820 чтобы было понятно, что что именно как бы меня тревожит в этой модели то есть аппарат у нас на передней панели то мы имеем ввиду 5-мегаписельный 5-дюймовый экран на 820 был 4,5 дюйма что там, что там IPS вот стандартные кнопочки которые точно так же есть и на 820 тут вот с такими логотипчиками отличие от 820 в том, что у этой модели есть фронтальная камера которая позволяет использовать этот телефон при видеозвонках через Skype или же любую другую программу так же здесь вот есть датчики приближения и освещение голосовой динамик да, логотипчик Lenovo и все с правой стороны у нас регулировка громкости по всему ободочку идет такой по всему контуру идет такой вот ободочек такой типа как бы под металл как бы сделанный такой в принципе приятный такой темного такого цвета с левой стороны у нас ничего нет сзади у нас есть вспышка камера 8 мегапикселей и так же есть светодиодная вспышка в 820 в этой вспышечке у нас не было камера там точно такая же логотипчик и динамик который воспроизводит звук крышечка очень приятная на тактильные ощущения то есть такая она ну ощущение мне очень нравится то есть она такая как напоминает такую мягенькую такую резину как бы то есть софт-тач пластик очень-оченько такой хороший то есть очень мне понравился снизу у нас есть микро-USB разъем для подключения USB кабеля и так же микрофончик и сверху у нас кнопочка включения выключения аппарата и блокировки и 3-5 миллиметровый разъем для подключения гарнитуры либо же наушника давайте посмотрим что у нас под крышечкой крышечка открывается довольно легко крышечка у нас в принципе довольно гибкая в принципе сломать будет тяжело ну если захотеть разве что здесь у нас два слота для сим-карт то есть можно поставить две симки для того чтобы пользоваться двумя номерами также есть слот для карт памяти батарея у нас на 2250 миллиампер часов в принципе довольно емкая для такого телефона должен работать довольно как бы долго вот ну и все в принципе больше у нас здесь ничего как бы нет карту памяти я уже поставил сейчас я объясню почему я это уже сделал давайте включим телефон логотипчик уже видно что изменен это уже в прошивочке сделано оригинальный здесь был немножко другой в остальном внутри аппарат в принципе остался леновский лаунчер то есть оформление иконки все как бы у нас осталось все у нас здесь работает хорошо работает все довольно быстро без затормаживаний то есть в этом плане вопросов никаких к телефону как бы нет давайте рассмотрим этот аппарат стандартными средствами то есть посмотрим в антуту что он нам показал в антуту нам показал 13296 баллов что является в принципе более-менее стандартным результатом для такой платформы а платформа у нас это у нас мтк 6589 это у нас графический чип power vr hgx 544 mp разрешение экрана 540 на 960 вот что меня смущало в этом аппарате потому что в 820 у него 4,5 дюйма диагональ но разрешение экрана точно такое же 8 мегапиксельная камера объем оперативной памяти 1 гигабайт рам 975 1 гигабайт это для пользователя так понимаю это у нас карта памяти процессор стандартный частота 1,2 гигагерца то есть это все как бы у нас стандартно вот 5 дюймов вот IPS у нас матрица 240 dpi или ppi так кстати это новая версия антуту бенчмарка то есть она немножко переработанная и здесь более детальная информация например конкретно уже пишется материал то есть из какой по какой технологии сделана у нас эта матрица 8 мегапикселей сзади 0,3 мегапикселя у нас спереди версия android 4,2,1 давайте также посмотрим у нас антуту тестер мультитач тест мультитач у нас 5 касаний чего в принципе предостаточно также давайте посмотрим на дисплей на углы обзора углы обзора у нас хорошие цвета у нас не инвертируются как на обычных TFT или TN матрицах то есть все у нас в этом плане как бы хорошо спереди наклеена уже защитная пленочка производителем то есть стандартно как и на 820 660 то есть на тех которые мне попадали в руки все как бы так и было то есть но единственное что я вот не знаю то есть текло ли это честно говоря не могу ответить но кажется что нет кажется что нет хотя могу в принципе как бы ошибаться если ошибаться то поправьте пожалуйста в комментариях давайте посмотрим также что нам показал 3DMark да кстати вон тут этот аппарат показал больше чем 820 то есть если помните в моем обзоре то 820 показал 11000 с копейками баллов если я не ошибаюсь то есть в принципе этот аппарат показал больше MyDevice то есть в обычном тесте 2775 баллов в Xtreme 1335 опять-таки это больше чем показал 820 невзирая на то что 820 меньше диагональ экрана но там скорее всего установлен процессор MTK 6589M который имеет заниженную частоту работы графического чипа так ну синтетика это хорошо давайте посмотрим сенсоры стандартно у нас есть акселерометр акселерометр рабочий есть у нас сенсор освещения то есть сейчас у нас 350 20 сенсор рабочий есть у нас сенсор приближения есть но как-то он странно работает чем есть но работает ну как-то не знаю слишком быстро палец прислоняешь тогда он размышляет а ухо это или нет да ладно звуковой сенсор понятно потому что есть микрофон также давайте посмотрим на камеру камера у нас 8 мегапикселей с автофот то есть фокусируется нормально как бы например возьмем вот такую штучку делаем фоточку посмотрим как она у нас ну в принципе как бы с такого расстояния как бы вообще нормально фактически макросъемка у нас получилась что еще давайте я вам покажу фронтальную камеру то есть фронтальная камера у нас тоже работает вот ну автофокуса конечно же не имеет ну то есть она полностью рабочая и это в принципе у нас как бы хорошо также давайте посмотрим на видео давайте посмотрим настройках в каком качестве у нас снимает как бы аппарат то есть это высокое качество это у нас HD разрешение это у нас не Full HD то есть эта камера снимает в HD можем даже это проверить давайте снимем что-то остановим посмотрим сведения 1280 на 720 точек то есть только в HD он снимает также давайте посмотрим как у нас отображаются точнее как нам будет играться в реальных приложениях то есть в играх для этого я установил как бы две игры это Need for Speed Most Wanted давайте посмотрим как он себя будет вести заодно послушаем демальник так как он подождает как он Как можно слышать, динамик у нас в принципе довольно громкий. То есть фильмы, музыку слышать будет очень хорошо и будет хорошо слышно звонок. То есть видите, у нас игра идет плавно, без каких-либо затормаживаний, то есть ничего у нас не дергается, то есть телефон вставляется на отлично, с такой динамической графикой, что в принципе очень радует, ну в принципе и ожидаемо от этой аппаратной платформы. Что же, давайте посмотрим следующую игру. То есть игры совсем простенькие, типа Angry Birds, Begevel и так дальше, то есть все такое 2D, как бы будет работать здесь без проблем. Также я поставил Modern Combat 4, поставил исключительно в демонстрационных целях для того, чтобы показать как себя аппарат ведет в играх, где требуется более-менее мощный процессор и видеокарта для того, чтобы хорошо показывать графику, которую выдают эти приложения. То есть видите, игра у нас тоже запускается, я думаю, что она тоже были, такие у нас без проблем. Вот видите, у нас все хорошо. Здесь отлично, как бы у нас все работает. Также еще хотел вам показать яркость экрана, сейчас он стоит на автоматической регулировке, хотя я покажу минимальный. Давайте я теперь потихоньку максимальный. То есть видите, в принципе, запас яркости это в принципе нормальный. что можно будет гарантированно, комфортно чувствовать себя в разных условиях освещения. Также, 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 что еще я хотел вам показать по этому телефону. В принципе, как бы это основные вещи, которые я хотел вам показать. Игры показал, тесты показал. То есть все как бы по этому телефону то у нас хорошо отрабатывает. То есть позволяет этот телефон использовать как для просмотра видео, как для послушания музыки, как для игр в игры. А также хотел вам показать, да, вот что, забыл, как комфортно ли нам будет пользоваться им в интернете. То есть, например, если мы что-то будем читать. давайте зайдем на какой-нибудь сайт. вот, в принципе, как бы все как бы у нас как бы читабельно. То есть, но иногда все-таки на некоторых вещах то придется нам двигать в сторону картинку. Ну, благо, как бы оно увеличивается, например, такие вот маленькие боковые менюшки, в принципе, ну, в принципе, видно как бы. То есть, я думаю, что проблем особо с этим не возникнет. Вот. Давайте откроем какой-нибудь обзорчик. Ну, если вот так вот делать, то, в принципе, очень даже хорошо. То есть, буквы немаленькие, чуриться не придется. То есть, читать мы будем хорошо. Вот, это, в принципе, все, что я хотел показать. Ну, и также в заключение скажу, то есть, изначально то, о чем я говорил. То есть, ну, мои впечатления от этого телефона. То есть, очень сильно, как бы, этот телефон похож на 820, на A820. То есть, аппаратная часть у него фактически такая же, только возможно, что здесь полноценный процессор, а не M, по памяти, по всему, как бы, все, все, как бы, одинаковое. То есть, единственное, что дисплей 5 дюймов, там 4,5 дюймов, но разрешение точно такое же. Отличается вспышкой, камерой. Ну, по сути, как бы, вот и все. То есть, не знаю, как бы, то есть, как-то сложно мне это сказать, что это отдельный телефон, как бы, ну, то есть, у меня, как бы, это очень, как бы, этот телефон ассоциируется с 820, по сути. Потому что, ну, уж очень они сильно похожи. Не знаю, чем руководствовались в Lenovo, когда выпускали эту модель, как бы, ну, если уже делали 5 дюймов, тогда уже, пускай бы, сделали бы HD-разрешение. Например, если вот взять аналогию компанию THL или THL, W100, например, такой же, как Lenovo A820, имеет начинку 4,5 дюймового разрешения QHD. W200, следующая модель, 5 дюймов, но имеет Full HD-разрешение, то есть, в этом отличается. То есть, например, если в W100 процессор MTK6589, то W200 уже 6589T, то есть, на которой работа на частоте 1,5 ГГц. Если встроено в W100 4 ГБ, то в W200 уже 8 ГБ. То есть, ну, есть какая-то разница между моделями, и она, как бы, уже ощутима. А вот разница между 820 и 830, не знаю, как-то вот, ну, такие двоякие впечатления у меня остались с этого телефона. А, да, кстати, еще забыл одну вещь. Зачем я сразу же поставил сюда карту памяти? То есть, если вы хотите играть в более-менее нормальные игры, то вам сразу придется покупать сюда карточку памяти. То есть, вот видите, для пользователей доступно всего 1,6 ГБ. Например, для того, чтобы установить Need for Speed Most Wanted, то он закачивает из интернета 500 с чем-то МБ кэша, но говорит, что на устройстве должно быть свободно не менее 2,5 ГБ в свободном месте. То есть, сюда он уже ставиться не хотел. Аналогично Modern Combat 4, то есть, там кэш почти 2 ГБ, то есть, сюда он, в принципе, просто как бы не станет, потому если вы хотите использовать этот аппарат для более-менее серьезных игр, то сразу же покупайте вместе с ним карты памяти, потому что поставить вам эти игры не удастся. Он просто не даст этого сделать. Все, это все, что я хотел сказать по этому телефончику. Большое спасибо вам всем за внимание. Очень надеюсь, что мое видео вам понравилось. Если это так, то, пожалуйста, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал для того, чтобы смотреть мои новые видео. Оставляйте свои комментарии, я буду очень-очень рад, и мне будет очень приятно их читать и отвечать на них. Если что-то не так, то, пожалуйста, оставляйте свои комментарии, потому что я хочу совершенствоваться в своих видео, чтобы мои видео были вам интересны, вам полезны. И вот это все. Все, большое вам всем спасибо. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok